мы решили собрать помидоры потому что приедем мы еще неизвестно когда поливать уже нечем там сашка что делает а джо гладит они тут все уже поломались сейчас покажу и мне на это просто времени нет приехали вчера сегодня уже уезжаем сейчас скажу что ну во первых здесь джо вот они все переломились ну конечно их надо чтобы выращивать помидоры их надо посынковать поливать такой возможности нет поэтому вон там дароныча но будет помидоров достаточно много на самом деле как обычно обычно у нас очень много перца опять все заросло я недавно снимала как я здесь полола все заросло опять жутко баклажанов никогда нет я их так посадила конечно семена были толку нету и красивые перчики они очень тоже маленькие даже не хватало им воды но они быстро созрели и джо опять вот ходят тут не сидится ему вот сашка ходит тоже усы свои чешет ну что будем собирать вот такой у нас в этом году небольшой урожай внизу там все зеленые помидорки они дозреют несколько красненьких есть вот и вот такие перочки обычно перца нас намного больше если учесть что мы почти не были на даче и никто не полевал парник так что нормально помидоры мы собрали на улице какая-то душегубка это трындец мы из парника вышли пока собирали помидоры это же какой-то ужас там баня фактически на улице плюс 33 сегодня 35 обещают в тени а мы едем в лес да люди едут купаться смотрелось сегодня видео с белолипецкого да по моему ступина карьер там людей я так не люблю купаться когда такое огромное количество людей вот поэтому я люблю купаться в июне никого вода такая прохладная она так освежает можно сделать шашлыки сейчас вот как поехать туда на шашлыки мы там станем значит на шашлыки и вокруг наших шашлыков еще будет 30 человек в такую погоду хочется сидеть только под вентилятором или под кондиционером и обещают всю неделю такую душную жарку все ждали жаркую погоду говорили в москве лето нет москве лето нет она пришла в августе добрый день все мы доехали там оставили машину где солнышко единственный минус она там получается на самом санцеперке потом когда мы придем там будет трандец машине она все черная я не знаю есть ли грибы вообще конечно умные люди по воскресеньям в 12 дня в лес не ходят но мы даже с корзинкой грибник идет вот посмотрим наберем что-то или нет в принципе уходить и не собирались я вообще у меня такой вид прям для грибов ты чё смотрит но вообще многие добавляют видео фотки что но хотя многие на из других там тульская область у меня знакомые переславль залезки там а многие добавляют фотографии грибов особенно подосиновиков моих любимых я как говорила туда где мы ходим в основном подосиновики не растут лёха но раз лёха ей но это вообще тогда ну посмотрим я ты ставишь что мы найдем хоть один гриб посмотрим нашу найдем а я думаю мы или вообще не найдем или найдем 2 потому что на улице духа тень и и вообще по логике вещей они растут они могут быть или сразу сухими вот и или червивыми хотя вот мы сейчас идем достаточно влажно видимо сухо только у нас в огороде я в упор не увидела сашка говорит вон торчит говорит под березы вот такой вот а он вот так вот ветках как он его увидел вообще ни шиша не видно вот еще грибочек я уже не отгадала это уже четвертый получается гриб от жары даже грибы гнутся какой кривенький косенький он у нас уже маленький урожайчик сашка пришел рвать гриб и мы обратили внимание что грибы сейчас в основном червивых очень много рви вот он саш вот он стоит ты чё ну как отлично молоденький повезло значит тут стоит я был какой хорошенький поднимаю взгляд а там вон еще какой стоит а потом вот так вот перевожу взгляд а там стоит мой любимый подосиновик вот так смотрю я на подосиновик перевожу взгляд а там деточка подосиновика стоит каждый раз когда приходим в меня прям эти березки очень восхищают очень красивый а так если спуститься тут грибы немного не мало но нашли на один раз нам хватит мы еще потом сейчас зайдем в наш он конечно не красивый такой но тоже так нормально да а у нас сегодня на ужин жареная картошка с грибами которые мы сами сегодня нашли картошку жарил сашка ой баба придет а вилку я подняла посмотрим придет какая-то женщина или нет ой